Как там сказано в Талмуде, это время стоит, проходим мы, забавная, конечно, точка зрения, но интересная. Поэтому хотелось бы сегодня такой коротенький, коротенькое резюме по занятиям за этот год, что-то изменилось, что-то не изменилось, да, вот, ну вот мы занимались силой год, вы занимались, я занимался, да, что-то, какое-то маленькое резюме, можно сказать? Простой, такой жесткий, честно говоря, год. Об этом даже, да, лучше даже не вспоминать, потому что от себя новая религия, у нас есть христианство, а есть ковид, ее разновидности религии, есть атрибут религии, манские там, да, все это. Религия, не религия, но какая-то, наверное, йога поддерживала как-то вот такое на плаву, спокойствие дополнительное давало. Некое средство стабилизации, да? Ну да, но, собственно, оно же так и есть, ровно ради этого я этим и занимаюсь. Ну, в общем, да, но при условии, что-то систематически у вас производится. Ну, с систематичностью проблем не было, с, я все еще, ну, хотел бы глубже расслабляться, там, не знаю, то есть мне пока не получается вот. Какой-то как? Взаимодействовать на таком уровне непросто. Знаете, жизнь вообще, как бы, устроена так, чтобы, ну, она противоречит устройстве жизни, условия продления этой жизни, она противоречит. То есть, собственно, жизнь – это износ, да? То есть, как бы, с момента рождения мы начинаем с вами умирать, да? И умираем в разном темпе только, с разной скоростью, да? Вот. Если это оптимизировать, да, то это будет другая история. Но остается, как я повторяю, что если это так, остается только радоваться тому, что есть. Ну, да, я также еще слышал такую формулировку, что жизнь – это трагедия, но нужно стараться не превращать ее в ад. Тоже хорошо. Ну, я вам, да, но я напомню еще вам, ну, это, как вы сказали, Афрейда, помните, да? Да, что жизнь, как бы, да, как бы задача нас, психоаналитиков, вернулся к человеку из состояния абсолютной нестерпимости, состояния нормального, обычного, посрединенного человеческого несчастья. Да, да, да. Ну, вот. Это же вот хорошо сказано. Да. Вот, да. Или, как Тон Хуан говорил, все мы идем никуда, но лучше идти никуда тем путем, который тебе нравится. Вот, но это уже, как бы, широкие обобщения, о которых лучше не делать. Вот, потому что с вами находимся, так сказать, сейчас на моменте. Вот, мы просто говорим о том, что каждый раз, когда мы наступает день, мы занимаемся йогой, да? Вот интересно, все время, когда Трохиер был на острове Пасхи, и там из-за медиа дощечки, да, с этими, вот, это называется, интересно название, перевернутый бустрофидон, да, название этих письмен. Вот, а потом, значит, уже позже они сделали, они срисовывали эти вот значки на бумагу уже в 19 веке, там, в начале 19 века, да, в конце, и там очень интересно было, значит, такие вот книжечки, он потом переписывал, хирдал, или фотографировал, значит, это там, когда кончается книжечка, и там такая надпись, когда истреплится спереди, истреплится сзади, перепиши заново. Ну вот, да? То есть, вот, ну вот тут можем, как бы, есть разные параллели, например, чем отличается наука от культуры, да? Ну вот, казалось бы, да, что наука это продуктивно, а культура она репродуктивна, то есть надо сохранять, да? Так и здесь, мы сохраняем себя, ну, практикуя йогу, в общем-то, и это тоже, то есть мы все равно тратимся, но когда мы тратимся безоглядно, ну, это, наверное, не очень хорошо, когда мы делаем некие вещи, чтобы замедлить, восстановиться, да? Да, то это, наверное, оправдано. Спасибо. Что, Маша, скажите? Я расскажу. Вообще, сколько людей, столько мнений, для кого-то трагедия, а для кого-то это комедия, и когда посмотришь на некоторые поступки и свои, и других людей, то ты видишь, что это действительно комедия, что нужно было просто немножко по-другому где-то поступить, что-то сделать, и все было бы совершенно по-другому. Ну, а чем отличается истина от лжи? Только от апологии. То есть, да, когда вот мы, допустим, что-то нам непонятно, да, вот есть куча информации, непонятно, да, вот, ну, как вот разбили горшок там, или там какой-то разбитый, куча обломков, не поймешь, что это такое, да? Ну, если их правильно сложить, то мы поймем, да? Так вот, когда разбито, это как бы ложь, мы не понимаем, что это. Как мы собрали, как надо, да, тогда это будет истина. Мы видим, что получилось. Ну, вот йога, она как-то помогает там собирать самих себя, я так думаю. Да, и приходят иногда откровения, и становится смешно на то, становится смешно на теми вещами, над которыми ты парился, а оказывается, что оно все просто, очень просто. Ну, опять же, все равно в жизни есть, как я уже вам говорил, да, вот есть понятие такое джихад, да, это вот, ну, вот в исламе, ну, там есть газоват, а есть джихад, два рода войны. Газоват, когда ты войну воюешь, когда пришли к тебе, и ты отбиваешься, а джихад, когда ты, значит, экспортируешь куда-то, свою веру там, силой, да? Вот, ну, собственно, так вот правильно, как вот я сейчас с моими друзьями татарами, мы спорим в Крыму, когда приезжаю, я говорю, не идея, это так, он говорит, это так, я говорю, на зиму это так, он говорит, жизнь джихад. Почему? Потому что мы, говорит, ну, мы не можем, мы сопротивляемся, мы же не можем ни есть, ни спать там, да, мы должны что-то делать, но делать это, как бы, наверное, по-умному, как-то, да, что-то так, чтобы это, ну, вести себя как-то, да? Мы должны сопротивляться, вот, нарастание энтропии нашего продвижения времени, это сопротивление, джихад, это сопротивление, да? Вот это мучает ислам, например, да? Тоже интересная точка зрения. То есть можно крутить кубик, да, кто как относится. Вот, а ребята очень интересные, они, их родители были высланы в 44-м, туда, в Фергану, вот они-то выросли, а вернулись сюда, когда им уже было по 30 лет. Вот, они были вполне обычные советские люди, а потом где-то жили через пять, они вот приняли ислам сами, вот захотелось им, да? И вот теперь, вот интересно очень с ними говорить, потому что у них двойной опыт, и тот, и тот, это очень классно. Мы с ними так разбираемся. Вот, да, я еще отправил им там подарочный Коран, там две книги еще получил, довольный такой. Я говорю, ну, хорошо для души. Вот, значит, да, так вот, джихад, сопротивление, да? Сколько я знаю, жизни, а что такое жизнь? Это усилие оставаться живым. Ну, усилие непрерывное, да? Если оно еще какое-то специфическое, целенаправленное, как йога, оно, ну, добавляет эффекта. Наверное, как-то так. Передавайте инне. Некое резюме. Резюме. А в своей практике у меня в этом году, наверное, получилось, из самых больших достижений, это сломать некий стереотип поведенческий. Вот тот, который я видела с детства. Определенная реакция на ситуацию. Естественно, когда ты видишь это миллион сто пятьсот тысяч раз, ты уже автоматом делаешь точно так же. Ну, конечно, не замечая этого. Не замечая этого, считая, что это нормально, на самом деле это ненормально. И все. То есть, как бы я понимала, что это ненормально. Есть такое послуок психологии, да? Что если человек, ребенок, допустим, да, его заставили что-то впервые сделать каким-то образом, или ему довелось, да, это повторилось, то в дальнейшем он будет управляем именно таким образом. То есть я привожу пример. Вот там когда-то видел такого человека, который рос, такой пацан, и семья была такая странная, и вот мать постоянно орала у него, Сэша, там, сделай то, сделай, а он типа там отмахивался. И вот она вечно орала. Потом он вырос, прошло 20 лет, он уже здоровый лоб, он там слышит только ор, нормальный слов не воспринимает. Вот заорал, там все понятно, да? Вот то, о чем мы говорим. Ну, да, я думаю, что у нас у каждого есть такие моменты. Причем я понимаю, что это сейчас, этот стереотип, он сформировался не у моих родителей, а еще до моих родителей. Ну, в общем, то, что и видели, то и транслировали некую реакцию. Я смогла, во всяком случае, поймать эту точку, когда она начинается, когда она начинает работать. Вы засекаете, когда начинает работать? Да, ну, даже перед, я уже могу поймать перед, я смогла убрать. Вот буквально осенью, у меня такая первая была победа, я так прям радостная, гордая. Я говорю, смотрите, вот я смогла, и все. И потом дальше уже это не повторяется. То есть были такие ситуации, я прям горжусь собой за то, что я это сделала. Да, человек потом их замечает. Я помню один яркий такой случай. Займался у меня такой мурачок, который был во всех горячих точках. Вот, я так понимаю, десентурия. Ну, короче, убийца, который тренировали, ну, специально, да, для этих дел. Ну, вот, но он перегрелся. Он говорил, мне по ночам сниться кровь там. И, в общем, короче, он пришел такой дерганый, он говорит, я боюсь, ну, когда кто-то случается там метро, кто-то там зацепит. У меня реакция, я могу убить просто, да. Вот только-то приходит, где-то год, прошел такой счастливый. Я говорю, что такой счастливый? Ой, сейчас еще было, а что было? Говорит, да вот электричка стояла в очереди. Очередь стоит, значит, да, и вот там ломится какой-то молодой, наглый. Я говорю, чего, говорит? Я подождал, и все. Я говорю, а раньше чего? Я говорю, ну, я вызвал бы скорую, его бы увезли, и все, да. А так, говорит, вот, и ничего, и мне хорошо. О, понимал стереотип тоже. Да, да. Ну, это важно, почему это прям так. Конечно, важно. Особенно, как бы, когда ты понимаешь, что это неправильно, причем это не год, не два, это лет 10, 15, ты понимаешь, что так не надо, а вот как это сделать? Как это убрать? Собственно, то, что ты не сам сделал, то, что в тебя вложен. Когда начинаешь ловить, значит, уже, значит, все правильно. То есть, есть стереотипы разные, а стереотипы экономят энергию, и время. Например, нафиг мне завязывали шнурки по-другому. Если я завязываю там с детства вот так, да? Это полезно. Но что-то другое не полезно. Все правильно. Да. Потом у меня тоже, ну, как у всех, год, собственно, очень радостный и эмоциональный. Ну, и вот моя ситуация, которая там закручивалась. На самом деле, она начала закручиваться еще года три назад. Как-то вот. Я сейчас понимаю. И вот она так закручивалась, закручивалась. И в сентябре такая была критическая точка, когда, даже в августе, это все надо было уже решать в ту или иную сторону. Причем я была, это не моя ситуация, но я была тоже непосредственным участником. И я хочу сказать, что вот декабрь. Мы с вами обсуждали это, вы говорили, практика, практика, практика. Я понимаю, что вот сейчас оно уже так прям выравнивается. То есть оно уже уходит в плюс, в небольшой плюс, но тем не менее в плюс. Замечаю по своей практике, даже по этой неделе, что у меня спонтанные шавасаны, там, три недели, вот стабильно. Раз, и я уплываю. А сейчас это время, оно сократилось на этой неделе. То есть оно прям резко уходит. И больше времени добавилось на активные какие-то моменты. И причем это не сознательно. Я в это не включаюсь. Это просто практика. То есть оно само выравнивается, где больше физики, где больше расслабления. И все. Мне это нравится. Когда вот люди все понимают, вот дурацкая в литературе везде это звучит геотский термин самосовершенствования, да? Он настолько вообще вот дурной, неправильный. А человек мне надо совершенствовать. У тебя вот куча стереотипов, да? Чем ты будешь это делать? Чем? Вот в чем тебе нужно брать и самосовершенствовать, да? Механизм. Ну, да, непонятно. Нет способа. Делай вот это. Надо успокойся. Ты от твоего сознания познай. Они будут гармонировать. Все перестроится само. Сознаю слово, перестроится. Это будет самосовершенствие. Самосовершенствие совершенствует без тебя. Да. Ты только делаешь этого. Ты поел и живешь, правильно? Да, да. Так и здесь. Значит, ты вот это делаешь, и все приходит в порядок. Это будет самосовершенствие. Это тебе надо, как надо. Ну, да. К чем это сделать? Возьмешь себя будь. Самосовершенствует внутреннее. Еще хорошее выражение выйти из зоны комфорта, да? Вот примерно так же. У меня вот в декабре уже четвертый год в практике. То есть, ну, именно в вашей школе. Сейчас я понимаю, что я ничего не понимаю, но я понимаю, что мне надо работать. Ну, практиковать, 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 и все. Опять же, как седой. Постой, скажи, когда я ем, я глух и нем. Фитер и быстрый, и дьявольский умен. Да, то есть... Все само по себе. Да, но настолько, во-первых, упростилось отношение, во-вторых, увеличилось качество полезной какой-то работы, наверное. Ну, опять. КПД жизни? Ну, да, и практики, наверное, да. Ну, это связано. То есть, не болото, но так, интересно. Все. А можно вопрос вам? Есть такая программа «Пока все дома», и там есть письма телезрителей. Мне опять пишут. Я попросила разрешения как бы озвучить некоторые моменты в практике. Возможно, они будут интересны для всех. Почему нет? Да. Значит, смотрите. Ну, если кратко. Есть определенное время практики, допустим, больше года. Человек старается очень сильно, читает, там, считает, что это вот его последний шанс вообще в жизни. И вообще... Ну, у него не получается ментальной релаксации вообще никак. И книжку читал, и перечитал, и видео смотрит, и форум смотрит, и... Ну, как бы все делал. Нужно объяснить, что он делает все, все это не нужно, потому что нужно здесь, нужно только терпение. Вот, как писал Гумилев, с разными там работают, работают на глядах безсердностей. Да, здесь люди длинной воли. Вот люди спринтеры, они в беге не приживаются. Тем более, если масса проблем, тебе нужно просто вот это делать, да? Не знаю, ну... Результат будет. А если ты будешь стараться, ковыряться, где-то, я скажу, чтобы ускорить, ты будешь только мешать сам себе. Ну, а... Услойки это базовое правило. Может хуже получаться, может лучше получаться, да? Вот это дело, анализируй, как бы, да? И... Не время практики, а после, значит. Да, вот как получается, что получается. И не ищи ускорители, это бесполезно. Ты можешь поймать только свой темп, потом определишься временем, как он у тебя идёт. Ускорить он ничем нельзя. Это точно, вот, цветочек растёт, его дёргаешь, чтобы ускорить. И... Бессмысленно. Я поняла. А можно человеку дать какой-то импульс? Ну, там, если вот преподаватель может как-нибудь с ним поработать и рассказать ему, что... Или показать, ну, как надо делать вот эту вот точку, которая поможет ему дальше идти. Ну, как бы, я так понимаю, что асаны освоены. Принципы прочитаны. Но понимание, вот этот момент... Как-то вот... Тут мы утыкаемся в стену. Потому что есть сложная такая штука. Вот для понимания нет оснований. Понимаете? Человек понимает, только если он уже понимает. А если он не понимает, то объяснить невозможно. Вот мы упираемся, это железно. Это и философия, это и есть, это и есть везде. Что мешает человеку понять? Это вопрос другого. Тут можно, допустим, ну, я не знаю, есть какие-то входные маневры. Мы будем послушать йога-нижу, да? Специальную, да? Какую-то, значит, сдвинуть человека вот с этой колеи, да? Но... Или просто... Ну вот... Чем моя задача, допустим, да? Вот мы с вами встречаемся месяцем, месяцем, год за годом, да? Мы говорим, открываем всё. И вы занимаетесь, да? Я вас постоянно мотивирую, да? Я кручу кубик, да? Вам легче этот. Ну вот, это, наверное, самое лучшее, что можно придумать, но... Я понимаю. А если сформировались вот некие такие препятствия, чтобы выйти на общение с преподавателем? То есть как бы ты сам можешь, ты читать можешь, заниматься можешь, ты понимаешь, что у тебя не получается, но ты не можешь обратиться за помощью. Не знаю. Значит, у меня бывали такие случаи. Вот у меня такая пациентка, Ольга, я звали. Там разборки были страшнейшие. Ну, с детства там это. Вот она говорит, что у меня всё там, значит, да, вот эта йога, она всё перекомпоновывает. Это бывает иногда плохо. Вот я себя ловлю на то, что я когда к вам приезжаю, когда я приезжаю на занятие, прямо домой, я, говорит, вот подхожу, нажимать, мне, говорит, хочется вернуться и убежать, да? Вот. Ну, это должно пройти. Можно как-то это перешагнуть? Только личным усилием. Личным? Бывает ещё другое. Бывают худшие варианты. Я помню, он был в Иркутске. Там была одна дама, 35 лет, у неё там семейные были проблемы, ну, с родителями связаны. И у человека тоже, вот у него это вытеснено всё, да? Когда человеку, вот, ну, как бы мы с ним это проговорили, и пришлось ему какие-то слова сказать, и, в общем, потом человек пришёл в такое состояние, что он, говорит, говорит, типа, видите, Мау, да? Потом где-то прошло, имеется, два или три. Вот она мне объясняет, понимаете, как вы мне сказали, я всё это поняла, но это было очень больно. Я говорю, ну, понимаете, когда вот хирург делают операцию, да, вот абсцесс есть, тебя полоснули, значит, скальпелем, это больно. вытекает что оттуда? Ну, это больно. Ну, это уже дело такое специальное, да? Поэтому уже просто вот делать это, держаться. Нужно не обращать внимания вот в этом плане. Не хочется там... Если ты будешь делать только, как писал товарищ Ларошуко, когда человек делает только то, что ему хочется, ему недолго будет хотеться делать то, что он делает. Вот как-то так. Поэтому, да? Тут нужно себя как-то. Понятно. Не бояться и обращаться. Ну, элемент принуждения всё равно есть. Мы каждый раз занимаемся, я это делаю, я вхожу, да? Я же должен начать. Ну, так и здесь. Ну, я просто помню сама эти чувства, когда там первый раз вот это вот занятие, потом первый раз к вам на занятия. Естественно, информация, это давит. То есть, как бы, изначально ты приходишь, это одна тема, а уже со временем, когда ты общаешься, более-менее, то... В общем, я поняла. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вас услышат. Большое вам, пожалуйста. Спасибо. Вот тогда, наверное, всё. Спасибо. Расходимся. Спасибо. Спасибо.